Всем самый добрый день! Сейчас я начинаю готовить индейку. Сначала нам нужно взять масло. У меня здесь 70 грамм масла. Добавляю сюда стакан белого вина. Можно использовать сухое вино, можно полусухое. Поставлю на плиту и доведу до теплого состояния, чтобы масло у нас растаяло. Сейчас займусь приготовлением индейки. Нам нужны специи. У меня здесь соль, красный каенский перец или обычный красный острый, душистый перец и сухие у меня чеснок и лук. Можно использовать просто свежий чеснок. Перемешиваю я все это. Сейчас индейку внутри нужно хорошо натереть подготовленными специями. Во внутрь индейки я закладываю все свежие травы. У меня здесь орегано, розмарин и шалфей. Сейчас добавляем сюда апельсин, яблоко и я взяла две дольки лимона. Индейку сверху и снизу также нужно хорошо натереть солью и специями. Сверху индейку хорошо натираем сливочным маслом. Так как у меня здесь очень полная индейка начинки и кожа подорванная, я сейчас соединю это все дело иглой. Это специальные иглы для запекания птицы, мяса, так что не переживайте. Колечки я оставляю, чтобы было видно их. Также нужно соединить хорошо ножки индейки. Вообще здесь была специальная такая штучка пластиковая, но она в моем пакете была лопнутая, поэтому мне ее пришлось удалить. Крылья подворачиваем кончики вот так. Связывать их не нужно. Все, индейка готова к запеканию. Запекать индейку я буду вот в такой огромной сковороде. Вообще есть специальная форма для индейки, чтобы она была обязательно на сетке запекалась. Тогда нижняя часть тоже очень хорошо подрумянивается. Но специально покупать эту огромнейшую форму, а потом хранить ее весь год ради одного раза, чтобы приготовить индейку, я не вижу целесообразности. Еще в моей индейке есть вот такая вот красная кнопочка. Вот она. Это кнопочка, когда индейка будет готова, она выскочит. И это будет говорить о том, что мясо внутри индейки приготовилось. Сразу хочу сказать, что будут вопросы, где купить такую кнопочку. У меня уже в предыдущем рецепте такое было. Я не знаю, где ее купить. Я купила индейку, и в ней уже вставлена эта кнопочка. Так что отдельно я не знаю, где они продаются, и продаются ли они вообще. Сейчас я тушку перекладываю в форму. Вино с маслом у меня растаяли. Они такого чуть теплого комнатного состояния. И также мне нужна марля. Марля в несколько слоев. Сейчас нужно намочить. Слегка отожмем. И накроем тушку индейки. У нас немножко осталось масляно-винного маринада. Но это в процессе приготовления. Мы сверху еще будем поливать индейку. Отправляю индейку в духовку на полчаса. Прошло полчаса. И сейчас я достала индейку. И хорошо пропитаю ее вином с маслом. У меня осталось немного еще здесь маринада. Я еще один раз буду пропитывать. Сейчас я убираю температуру в духовке. Опускаю до минимальной. И готовить буду ориентировочно от 2,5 до 3 часов. В процессе запекания я еще где-то через час достану индейку из духовки. И использую весь оставшийся маринад. Хорошо пропитаю. Отправляю в духовку. Вот такая у меня получилась индейка. Можно сказать индейка золушка. Индейка уголек. Или как в том анекдоте. Подготовил индейку. Поставил ее в духовку. И заглянул в компьютер. Вот такая получилась индейка. И сейчас у нас будет превращение индейки из золушки в принцессу. Сейчас мы поднимаем наше одеяло. Одно неудобство, когда я накрываю сверху одеялом. Вот эта кнопочка не всегда она выпрыгивает. Потому что когда марля плотно прилегает и как бы прижаривается, она не дает возможности отскочить кнопки. Поэтому я использую, видно вот здесь дырочки, видите, я вставляла термометр и определяла готовность. 74-75 градусов по Цельсию. И 165 по Фаренгейту. Вот такая получилась красивейшая индейка. Сейчас я ее переложу в сервировочное блюдо. Ну вот, пока я перекладывала индейку, кнопочка выскочила. Вот, посмотрите. Сейчас мне ее нужно удалить полностью. Ну что, пробуем грудку. Самую вкусную часть. Посмотрите, хотела поближе показать вам, какая сочная грудка. Вот, когда вы индейку готовите вот под таким одеялом, грудка и вообще вся индейка всегда очень сочная. Когда я впервые приготовила вот так индейку, у меня первый раз ничего не осталось после приготовленной индейки. Обычно всегда часть остается, а потом выбрасывается. Индейка, приготовленная вот таким способом, всегда очень мягкая и на второй, и на третий день. Невероятно вкусная. Я вам показала, посмотрите, сколько выделяется сока с нее. Она очень сочная получается. Вкус сказочный. К индейке очень вкусное дополнение, это клюквенный соус. Я уже тоже приготовила соус, так что рецепт я вам ссылку оставлю. Готовьте с удовольствием. Можно готовить и на День Благодарения, на Новый Год, на Рождество. Это такое торжественное, праздничное, очень нарядное блюдо. И обязательно готовьте клюквенный соус. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Готовьте с удовольствием и делитесь с друзьями этим замечательным рецептом. Спасибо всем, кто заглянул сегодня в гости и подписался на мой канал. До новых вкусных рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok